Азбука для инспекторов ГИБДД. Ознакомиться с ней водителям тоже не помешает. 20 октября в силу вступил новый административный регламент в сфере безопасности дорожного движения. Прежний был выпущен в 2009 году. За это время многие нормы попросту устарели. Теперь закреплен порядок оформления аварии с двумя машинами без присутствия полицейских. Если участников нет разногласий, то они и вовсе не обязаны сообщать в ГИБДД. При необходимости дежурный по телефону может проконсультировать, как оформить европротокол. А вот инспекторы, что работают на месте аварии, теперь не будут выдавать справки о ДТП. Есть опасения, что страховые могут использовать это как основание для отказа в возмещении ущерба. Правда, обещают, что сотрудники дорожной полиции все необходимые сведения отразят в процессуальных документах. И тут водитель должен смотреть в оба, чтобы потом не возникло проблем. Ему нужно будет максимально собирать информацию, просить сотрудников ГИБДД максимум информации внести в постановление либо в определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении с указаниями повреждений, с указаниями номеров страховых полицов и пытаться доказывать страховой компании, ссылаясь на этот регламент. Но, опять же, вполне возможно, что все эти вопросы будут решаться только в суде. Теперь инспектор имеет право останавливать водителя, даже если последний ничего не нарушил. А потому вопрос об основаниях для остановки отныне не актуален. Полицейский сам должен назвать причину. В старом административном регламенте была прописана норма, что останавливать транспортные средства для проверки документов можно было только на стационарных постах. Теперь термин «стационарные посты» исключен. И инспектор ДПС может останавливать для проверки документов водителей транспортных средств, а также граждан, скажем так, пассажиров и вне стационарных постов. Четко регламентирован теперь и порядок передачи документов для проверки. Сотруднику ГИБДД предписывается принимать от водителя документы без каких-либо обложек и без каких-либо удерживающих устройств. Раньше водители практиковали, значит, привязывали на цепочке водительские удостоверения и передавали их, скажем так, для проверки, то есть как бы удерживая. Инспектор ДПС вправе потребовать вынуть все документы из этих обложек и передать ему в чистом виде, чтобы не было никаких дополнительных документов, денежных средств и так далее и тому подобное. Самой обсуждаемой среди автовладельцев стала норма о запрете видеосъемки полицейского за работой. Звучит это так. Норма, запрещающая инспекторам препятствовать фиксации своих действий, исключена. В ГИБДД поясняют, это ни в коем случае не значит, что фото и видеосъемка недопустимы. Камеру нужно будет убрать, если того потребует сотрудник. Инспектор ДПС может потребовать прекратить видеосъемку при проведении мероприятий, связанных с обеспечением охраны общественного порядка, при проведении специальных профилактических мероприятий, в случаях, когда участник дорожного движения или посторонний гражданин нарушает норму морали и начинает снимать на месте дорожное происшествие погибших, раненых людей. В том числе, можно запретить видеосъемку с целью запрещения разглашения персональных данных третьих лиц. Ну и самое основное, что если гражданин или участник дорожного движения будет просто мешаться под ногами инспектору ДПС при оформлении дорожного происшествия, также инспектор вправе выдать требования по прекращению съемки. Сам сотрудник патрульной службы должен осуществлять свою деятельность по пресечению административных правонарушений в поле видимости видеорегистратора. Более того, дорожный инспектор имеет право фиксировать поведение участников на дороге даже на личный мобильный телефон. Правда, граждан об этом нужно предупреждать. Подробнее с новым регламентом можно ознакомиться на официальных порталах ГИБДД. Лишними эти знания точно не будут. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.